Клубничное варенье Всем самый добрый день! Начинаю готовить клубничное варенье без варки ягод. Клубнику нужно вымыть хорошо и крупную разрезать пополам. Среднюю и мелкую оставляем целыми. Клубнику засыпаю сахаром. Сейчас я в клубнику высыпала 500 грамм. 250 грамм я буду досыпать потом в процессе. Накрываю клубнику крышкой и оставляю ее на час или на два, в зависимости от клубники, пока она пустит сок. Клубника простояла у меня почти 3 часа. Появился сок, но основная масса сахара не растворилась, а опустилась на дно. Поэтому первый раз, что мы делаем? Мы сейчас извлекаем всю клубнику. Я это сделаю щипцами, потому что даже ложкой очень тяжело выбирать клубнику, потому что на дне слой сахара. Первый раз у вас на это уйдет немножко больше времени, потому что мы клубнику выбираем из-за того, что на дне сахар. Невозможно перелить, сахар останется в кастрюле. Каждый последующий раз просто можно будет накрывать крышкой и сливать сироп. Сейчас сироп я ставлю на плиту, разогреваю его, довожу до кипения. Периодически помешивайте, чтобы сахар у нас не пригорел. Снимаю пену, если появится. И кипятим его 3-4 минуты. Перемешиваем сироп и поднимаем сахар со дна. Сироп закипел. Чтобы сахар не кристаллизовался, добавим сюда лимонной кислоты. Именно лимонной кислоты, потому что она является консервантом. Она для этого варенья лучше. Где-то, наверное, третья часть чайной ложки. Клубничный сироп прокипел. Я отключаю плиту. В горячий клубничный сироп я перекладываю клубнику. Слегка прикрываю крышкой, не полностью. И оставляю клубнику до полного остывания. Можно оставить на ночь. Клубника у меня простояла ночь. И сейчас я буду сливать сюда сироп и кипятить его. Сироп довожу до кипения и кипячу его на среднем огне 5 минут. Клубнике я добавляю 2 веточки мяты. И заливаю кипящим сиропом. Прикрываю не полностью крышкой. И оставляю на несколько часов до полного остывания. Продолжаем готовить. Мяту можно удалить. Она уже отдала весь запах и аромат. Сироп переливаю в сотейник. В сироп я выливаю жидкий пектин. Я использую вот такой пектин. Можно использовать сухой. Сейчас я добавляю сахар сюда, оставшийся который я не положила изначально. Если у вас сухой пектин, его нужно перемешать хорошо с сахаром и только потом его засыпать нужно будет в сироп. Ставлю сотейник на плиту, довожу до кипения и варю 2 минуты. Когда вы поставили разогревать, нужно хорошо венчиком размешивать сироп, чтобы пектин равномерно растворился. Добудем до кипения и варим 2 минуты. В чистые стерилизованные банки раскладываем клубнику. И горячим сиропом заливаем клубнику. Сиропа еще осталось, может быть грамм 50. Крышки и банки должны быть обязательно простерилизованные. Затягиваем туго и переворачиваем. Закрываем клубнику в тепло. Полотенце и одеяло или плед, что-то еще сверху. Так как мы клубнику готовили без варки, нужно обязательно укутать, чтобы у нас клубника продолжала стерилизоваться. Я сегодня готовила с пектина. Так как все варенье, которое готовится без варки, оно получается очень жидким. И я добавила в него пектин, чтобы как-то его сгустить. Почему я добавила сахар во второй раз? Если добавить сахар весь сразу, сироп после первой-второй варки начинает темнеть. И чтобы сохранить его цвет, я только в последнюю варку добавила оставшийся сахар. Я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием. Это получается вкуснейшее варенье клубничное с ароматом мяты. Всего доброго и до новых вкусных рецептов!